Я рад всех приветствовать. В преддверии Дней влюбленных, мартовских праздников, мы приготовили вам две темы. Они связаны с культурой даосской, даосизма. Начну, наверное, с наших уточек декоративных, королинки и мандаринки. Уточки, которые как раз являются символом крепких уз, брачных союзов, чтобы были нерушимы те союзы, которые заключаются, чтобы они были счастливы и гармоничны. Ни одна свадьба во многих азиатских странах не обходится без мандаринок. В любом виде, статуэтки, картины, вышивка, какие-то даже в виде печенья делают вот этих мандариночек, чтобы намекнуть в супружеской паре, что будет все прекрасно, будет союз крепким. Помещать их лучше по тем же даосским каким-то знаниям, либо в секторе любви, либо в спальне. В любой спальне, чтобы у вас находились все-таки уточки, чтобы оберегали вас, крепили ваш союз. Утка – символ очень необычный. Кто регулярно с нами уже не один год, наверное, уже помните, у нас было много разных курсов, посвященных этой утке. И в глинорептных технологиях, и в других каких-то. Мы использовали даже медитации, связанные с этой уткой, потому что этот символ довольно-таки, ну, международный, я бы его назвал, планетарный символ. Он прослеживается во всех культурах нашей планеты. Ну, если брать славянскую, то, может быть, вы помните, у многих в старых деревнях, может быть, видели ковшечки, черпачки. Даже конек избы нередко был уточкой. Как бы такая уточка, и она присутствует. Либо это черпачок, либо это какая-то ложечка, либо это ковшик, либо это какой-то такой, как бы, элемент посуды, уже больше похожий даже на какую-то крынку. И там голова куточки. Это очень важный, глубокий символ. Работать мы будем акрилом. Технология рисования перышек. Технология, я расскажу о том, как сделать перышки бликующие именно перламутровым таким отблеском, который очень часто бывает у птиц, встречается. Вот это тоже будем с вами прорабатывать. Все это будет акрилом гораздо проще сделать. Вот уточки, конечно, очень умилительно выписывать. Не говоря о том, что это и символ прекрасный, это еще и очень увлекательная вообще роспись. Именно декоративные улицы, вот у них есть такое интересное свойство. Увлекать очень сильно вот этой прописью. Уточка, наверное, самый сакральный символ. Есть очень много поверья и почему. Ну, один из них это то, что она спасла нашу землю. Как именно? Ну, расскажу, когда будем уже писать эту уточку. Это интересная история. И во всех странах, и в африканских племенах, и в австралийских, и в скандинавских элементах, и в индусских, и в индийских деревушках тоже прослеживается параллели с этим символом очень красиво и очень ярко. Поэтому уточка действительно, ну, просто необходима. Уточка нам нужна. Если уточку забыть, то можно что-то еще потерять. Поэтому рекомендую уточку вспоминать, уточку рисовать, и уточка, чтобы у вас пребыла перед глазами почаще. Вот наши королинки и мандаринки прекрасно будут сопровождать нас в дальнейших путешествиях в жизни. Даусская тема у нас еще продолжается с богиней Луны. Очень необычный персонаж, очень красивый. Очень много поверья есть, очень много имен у этой персоны. Одна из восьми бессмертных считается в даусизме. И очень красивые легенды тоже, самые разные накопились у населения нашей планеты, в частности азиатских народов, о этой персоне. Она, конечно, является хранительницей супружества, хранительницей и берегиней всех супружеских родов. Она оберегает любой союз от всех нехороших темных сил. Она формирует пространство, в котором незамужние находят себе вторую половинку. Ну, это, скажем так, то, что народ определил, то, что народ статистикой многовековой наблюдал. Ну, а если говорить так уже о большей эстетической части, то, конечно, выписывая и прописывая ее наряды, ее головной убор, что-то происходит именно с тем, что называется включение лунного потока. Это особое чувство такой струящейся эстетики, гармонии, легкости, которая начинает вливаться в вас, в том числе через этот образ. Каким-то образом это начинает формировать пространство особое. Я думаю, это пространство будет очень необходимо всем, кому дорога семья и ценна именно укрепление семейных уз и брачных соимзов.